Здравствуйте, друзья, товарищи! Это канал Покемоша Лайв, где мы знакомимся с разными локомотивами, путешествуем по странам и даже строим прикольные модели поездов, и не только. А как быть, если джентльмен захотел построить не электровоз, а автобус? Ну, автобусы бывают разные. Рутмастеры, блюперды, текаруши, миопланы. Производи не хочу. Так нет, давайте построим что-нибудь особенное. Что же, спросит нетерпеливый джентльмен? А вот что. ПАЗ-3205, если точнее, 32053. Довольно эксцентрично. Ну, как говорится, назвался машинистом, полезай в кузов электровоза. Иначе говоря, сейчас на ваших глазах, из всякого хлама, каких-то вершков, корешков, мы изготовим автобус. Поехал и тарам! Сначала смотри. Немного чертежей и лист ПВХ толщиной 2 мм. Начинаем размечать боковые стенки. Канцелярский нож и вот уже оконные проемы, скругленные. Обе боковые стенки готовы. Есть технологические отверстия и имитация крышек люков. Е-е-е, изготовлены передняя и задняя маски и даже двери. Крыша тоже вырезана, но впоследствии ее придется переделать. Ошибка в проекте и все такое. Смотри ты, уже склеены элементы кузова, клеим Космофен. И даже установлены шпангоуты сверху. Вид снизу. Обратите внимание, что боковые стенки подгибаются не только сверху, но и снизу. Ту цельную крышу так и не удалось согнуть без погрешностей. Пришлось вырезать новую уже отдельными секциями, коим придавать нужную форму несравненно легче. Зеркало зеркальное. Вот тут хорошо видно небольшое сужение стенок автобуса сверху. И то же самое снизу у колесных арок. Вид с крыши. Представлены вентиляционные люки-открывалки. Важно скруглить все углы и стыки по аналогии с оригиналом. Вот, кстати, наш нехитрый инструмент, которым работаем. 3D принтер? Не, не слышали. Так, кузов скруглили и почистили нулевочкой. Как-то так. Вид сзади. Видна выштамповка под номерной знак-знак. А по бокам наклеены молдинги. Это че, уже загрунтовали? Точно, кузов подготовленный к покраске. Вид справа. Мы предпочитаем серую грунтовку. На нее лучше ложится светлая краска. Обратите внимание, как заделаны стыки между секциями крыши. Тонкими ребрами жесткости. Джентльмен догадается, что это? Это же наша покрасочная камера. Справа на заднем плане можно наблюдать оборудование для профессиональной окраски кузова и средства индивидуальной защиты. Началась отделка салуна, типа деревянные панели крыши. Впрочем, это лишь примерка. После грунтовки на автобус нанесена белая краска. На этом этапе мы еще не решили, какой вариант окраски выбрать. А вот электрификация салуна. Светодиодики и провода, пропущенные под крышевыми панелями. Первое включение света в салоне. Что скажете? Мы специально дождались темноты, чтобы было максимально антуражно. Первый плафон из желтой слюды, типа желтый свет более лампово. Не поверите, но для плафончиков использовались крышечки от йогурта. Рома кузова. Как оказалось, весьма геморрное в изготовлении. Друзья, боковые панели и механизм открытия задней двери. Противоположная сторона. Карта двери шофера. В кармашке красный термос с чисто чаем. Вот сама рама. ПВХ толщиной 4 мм. Так она выглядит на автобусе. Светяга еще раз. Клевая. А это электрическая схема с резистором, чтобы светодиод не перегорел. Рама с колесными нишами и ступеньками двери. Немного покрасили. Вид в профил. Автобус-то явно не низкопольник. Задняя стенка водителя поднебесная. Тоже имеет много всяких сложных изгибов. Прикидываем, как она встанет по размерам. Сидухи. Точнее их составляющие. Сиденья в сборе. Вроде простая вещь, а сколько заморочек даже с ними. Имитация дермантина путем оборачивания подушек малярным скотчем. Еее. Первые сиденья внутри баса еще не прикрепили. Смотрите, как лампово. Самому нравится. А вам еще кадр. Видны стеновые панели. Вот примерно так размещаются сидухи на нашей модификации. Но еще не все. С другой стороны. Пазик-то топчик. Музыкальная пауза. Начинаем монтировать стекла. Каждое необходимо строго подогнать по размеру оконного проема и аккуратно вклеить. Реверанс в сторону Георгия Данелии и его шедевра. И ведь не поспоришь. Джентльмены. Боковые окна готовы. И даже установлены типа резиновые уплотнители. Для их изготовления использовалась плотная черная бумага. Сиденья салона полностью готовы. Кто сосчитает количество мест? Снова перед нами покрасочная камера. Мы решили сделать агрегат с желтым. Малярным скотчем заделаны окна. А также колесные ниши. Это важно. Вау. Канарейка. Натурально канарейка. Какой яркий становится. Между прочим, для окраски мы используем обычные баллончики. Даже не аэрограф, которого нет. Наконец, тарам. Скотч убран. Вроде ничего не повредили. Вот как-то так, друзья. Ваше мнение. Желтый автобус. Желтый свет. И салон под дерево. Turn of the light. Аллюзия к песне Джима Моррисона. Крепим раму к кузову. Важно выдержать горизонталь. Ой, шо это? Моррисон. Поуе. Джокер. И великий Арчи. Хэллоу. Еще музыкалка. Начинаем заниматься кабиной. Вот. Моторный отсек, накрытый попоной. Вместо водителя получила руль с переключалкой, седухой и ручкой КПП. Панель контрольно-измерительных приборов. Кнопочки из бисера. А вот сами фары. Пока без лампочек. Поставили головной свет. Два светодиода, резисторы, батарейки. Подивимся на БАС со всем доступным освещением. Вот немного обработки фото. Эжик в тумане или даже Мэджик Бас. Колеса один из самых сложных элементов. Большинство моделистов заказывают их готовыми. Но мы не ищем легких путей и клепаем их из каких-то окрысков. Ну, примерно так. Что скажете, джентльмены? Очень важный этап в постройке – установка модели на колеса. Важно правильно подобрать дорожный просвет. Передний мост снизу. Постройка переднего бампера со всякими накладками и боковинами. И автобус полностью на колесах. Все световые приборы включены. Задние стопарки. На задней двери надпись. Только для жителей метановых планет. На стиле передний бампер. Топчик. Еще мы поставили габаритки и поворотники. Кабина пилота с установленной панелью приборов. И вот, друзья-товарищи, первый выезд на природу. Птичка прилетела почекать автобус. Солнцезащитная шторка в кабину шофера. Еще один очень важный этап, и как по нам крайне сложный, изготовление передних стекол. Вот что у нас получилось. Пазик в ночи. Изготовили зеркала заднего вида. Заодно наклеили черные молдинги на бока. Ведь сзади зеркала имеют настоящую отражалку. Немного постеров для работников гаража. На передней двери появился черный уплотнитель. Еще одна важная деталь – стеклоочистители, спаянные из медной проволоки. Ежу понятно, что оставлять без футляра модель никак нельзя. Очень умелые ручки разнесут ее в два счета. Поэтому футляр из старых запасов оргстекла. Джентльмены, хорошие новости. Группа VHU выпустила свой новый альбом MagicBuzz. Перед вами эксклюзивный конверт с оригинального винила. Пожалуй, большая часть работы завершена. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Друзья, товарищи, ну как вам эта модель? Достойна или все же есть какие-то недостатки? Напишите, ваше мнение интересно. И еще, что вам понравилось больше? Этот пазик или тепловоз ТГК-2, построенный нами несколько ранее? Спасибо большое за просмотр. Будем рады, если кто-то сам захочет построить модель или механизмус. Оценивайте этот ролик лайком или дизом. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на стримы. Еще раз всем спасибо. Всем удачи и до новых видео.